Этого события собственники квартир во втором и третьем корпусе жилого комплекса «Западные ворота столицы» ждали 15 лет. И, наконец, в 2017 году они смогли отпраздновать долгожданное новоселье. Этот пример вселяет надежду в дольщиков других печально известных ЖК «Изумрудная долина» и «Высокие жаворонки». За четыре года решены проблемы двух тысяч дольщиков, но еще почти две тысячи до сих пор ждут своих квартир. Проблемой обманутых дольщиков мы будем заниматься до тех пор, пока в Одинцовском районе не останется ни одного долгостроя. Еще одно знаковое событие 2017 года – ввод в эксплуатацию эстакада на улице Маковского, которая соединила восьмой микрорайон с центром Одинцова. Это позволило экстренным службам сократить время реагирования на вызов, а Одинцовцы теперь реже стоят в пробках. Следующий по важности объект – это развязка в районе Новой Трегорки, которую должна была еще построить компания СУ-155, но, как известно, не построила. Новый инвестор, компания ФСК «Лидер» сделала выезд на платную дорогу, но сейчас этот проект заморожен, и речь идет о строительстве полноценной развязки. Она позволит и въезжать, и выезжать с северного объезда на Трегорку, разгрузит ближайшие территории, в том числе Ромашково. Финансирование по этому проекту взял на себя правительство Московской области. В этом году будет разработан инженерный проект развязки, а уже в следующем году начнется долгожданное строительство. Данный объект мы должны открыть до 2021 года. 133 километра муниципальных дорог была отремонтирована в Одинцовском районе за 4 года. Дорожное полотно обновили на улице Чикина-Водинцова, на Кутузовской, в Новой Трехгорке, на Московской, в Немчиновке. Всего же ликвидировали более 5000 ям, благоустроили 7800 парковок, создали 1750 новых машиномест. В этом году ремонт дорог в муниципалитете будет продолжен, правительство Московской области выделило на эти цели 153 миллиона рублей. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.